Итак, переходим к теории и практики тоже. Столкнулся я с такими проблемами. Перепрошив, после того как привел в порядок полетный контроллер, перепрошив его по новому, он не сразу же у меня включался, потом перепрошился, вроде как начал работать хорошо. Я собрал квадрокоптер, откалибровал, откалибровал его сразу после прошивки акселерометр, а уже компас после полной сборки. Прошил я его прошивкой на 61.1 и сразу же у меня после сборки начались проблемы. Какого рода? Включаешь его после калибровки, он все реагирует отлично как и должно быть. Где-то секунд 30 он вот так вот реагирует, а потом начинается замедление, 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 замедление и в какой-то момент он просто зависает и не реагирует уже на то, что квадрокоптер вращается. Ну и это происходит на компьютере программе, это происходит в мобильном телефоне, то есть смартфоне в программе тоже самое. Не мог понять в чем это дело. Первые тесты показали ужасную картину в режиме стабилизации, в круизе даже он не хотел, абсолютно никак не хотел стабилизироваться. Мне постоянно приходилось быть в напряжении и удерживать его, чтобы он не улетел куда-нибудь и не ударился об землю. В некоторых случаях мне даже не удавалось его стабилизировать и были удары. Это вы увидите, что происходило. И еще один момент при первых тестах я выходил на тесты три дня и последний третий день мне практически обломали полностью. Ну хотя я успел прочувствовать, об этом я вам скажу, я успел прочувствовать в третий день, что дрон изменился и он держит, отлично держит высоту и стабилизируется. Этого я хотел добиться, потому что все остальное тоже будет по весне, когда я буду в более спокойной обстановке на даче и смогу и подкорректировать ПИДы, вот и проверить его в полете и решить вопросы с длительностью полета. То есть это все будет еще в перспективе. Сейчас у меня задача стояла взлететь и добиться удержания высоты, стабилизации и удержания точки. Ну точку держит, но пока еще не идеально. Три съемка. Так, у нас сейчас задача протестировать вот этот квадрик, вот этот квадрик. Нам надо его протестировать с различными пропеллерами, с различными аккумуляторами. Задача наша не летать, а просто оторваться от земли, удержание проверить, оттормировать его, чтобы он держал высоту, держал точку с тремя аккумуляторами и с тремя видами пропеллев. Одни вот такие двухлопастные и трехлопастные двух видов. Это мы проверим. И также с аккумуляторами. С такой литий-полимерная сборка. Здесь два двух ампер часовых аккумулятора соединены в одну сборку. Получается четыре баночного. И здесь два литий-полимерных, то есть литий-ионных. 21700 банки на 45 ампер. 4200 4200 миллиампер часов. Один у меня я заряжал, это Малисель. Малисель, аккумуляторы новые, которые появились. Но у меня, правда, плохой опыт использования этих аккумуляторов. Но это поможет подробно. Сейчас перейдем к тестированию. Сейчас проведем калибровку компаса и попытаемся взлететь потихонечку. Малисель. Попалом, все. Попалом, все. Попалом, все. Попалом, все. Попалом, все. Продолжение следует... 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 вот вы увидите на видео на экране съемки курсовой камеры что у меня пропадает связь передатчика с приемом а я этого не замечаю, я это уже заметил при просмотре видео с курсовой камеры приемомет к курсовой камеры На второй день после первых полетов я уже кое-что подшаманил Но у меня остался только один комплект винтов И я вышел только с одной целью решить вопрос с удержанием высоты Что вроде бы что-то подшаманил или с GPS модулем Перепаял провода и магнитометры И еще кое-что там сделал с крыгулаком контакты дополнительно Чтобы где-то что-то какой-то проводочек не контактировал с соседним Вроде бы все было хорошо И проверил предварительно на программе Не зависает вроде бы дрон Не останавливается Реакция на изменения Нормальный гироскоп вроде как работает нормально Выйдя на тесты два раза я его поднял Вибрация была ужасная Что-то лучше уже высоту держал Но вибрация, фильтры не работают Я еще поставил экшен камеру Причем в защитном боксе Она стала тяжелее Мотор явно не справлялись Хотя я ПИДы немножко подкорректировал То есть первый день летал с ПИДами По умолчанию Которые были установлены Производителями Авторами данной программы Но они меня не удовлетворили Я прекрасно понимал что И по роллу и по печи надо поднимать ПИДы И вообще мне не нравилось почему так Настройки I и по роллу и по печи так задраны Их надо было уменьшать Но я пока до настроек ПИДов еще не опускался Это уже будет весной Будем все практически делать Второй На второй день я вышел Уже немного подкорректировал ПИДы Но опять же был гудолит вариант Но в этот раз В этот раз Я Опять же Уже взял крепление для экшен камеры Но при съемке я забыл снять крышку с объектива И у меня естественно видео с головы не получилось Только с экшен камеры размазано Даже электронная стабилизация которая существует в экшен камере Она не позволила убрать те вибрации которые были от моторов во время полета Ну и видео которое экранка с курсовой камерой Привет всем Итак у нас сегодня третий день тестов Тестовых полетов Выявлены были причины Из-за чего не было стабилизации Из-за чего дрон переворачивался Вроде бы как были устранены они Вчера и сегодня Сейчас мы переходим К раннему тесту Потому что последний комплект винтов Три комплекта были Утеряны Будем так сказать В результате тестов Так что сейчас Мы постараемся Взлететь Удержать точку Прочувствовать что Никуда ничего не улетает Уносится небольшой ветерок Как раз это полезно Поскольку там будет сопротивляться ветру Ну а уже итоги В заключительном условии После этих тестов В более теплой обстановке Сегодня довольно-таки прохладно Все Пардон Вроде бы как Ну вот вроде бы Вроде бы висит нормально Вроде бы Вроде бы висит нормально так вроде бы все нормально высоту держит ток 14 ампер но надо еще будет откалибровать конечно я хотя на стик реагирует не очень быстро вяло вот задача летать у нас нет мы проверяем как держит точку все так добрый ничего у вас не происходит на стадионе просто пробуем дрон третий день третий день мне помешали проводить тесты я был вынужден в экстренном режиме или в чрезвычайной ситуации был так некорректно отключить камеру курсовую естественно видеофайл пропал и у меня остались в виде с двух камер с камерой которая была на голове и которая на штате поэтому это вы можете увидеть и они довольно таки короткие но уже во всяком случае понятно что стабилизация работает барометр работает все это работает а в чем же была причина а причина была в самопрошивке и причем здесь она всем 0 когда я выяснил что причина в акселе а я начал по одному отключать начал отключать gps барометр магнитометр и потом отключил и это никак не влияло на вот эти мои плавание вот эти вот замедленную съемку никак она не влияла когда я отключил аксель у меня все стало на свои места и он также начал вращаться без проблем я понял что у меня проблем с акселерометром и вот тогда до меня дошло почему 10 дюймовый дрон в корпусе 7x8 вдруг резко скорее всего что акселерометр тогда заклинило в какой-то момент его кинуло в сторону где-то в какой-то момент он опять но у меня при этом пропала связь пропала связь с приемником у меня пропало видео изображение где-то его потом ну а я где-то чисто интуитивно последний момент дёрнул стиг газа вверх услышал рев и потом я больше ничего не слышно видел не показалось только что кто-то посадки упала а его видно в последний момент это рвануло вверх и он где-то полетел ну почему он не вернулся в точку взлета вот это мне до сих пор не понятно вот и упал там где-то поцелух вот и вот именно из-за этой прошивки и у меня были проблемы я начал искать варианты хотел вернуться на прошивку 26.1 вот он лучше буду идти назад зашел в базу мою на страничку и увидел что есть уже три релиза она 70 решил попробовать закачать конфигуратор и прошить седьмой версии вот он у меня открыт фигуратор но когда я ему закачал и открыл во первых сразу сперва как только закачал конфигуратор и стал прошивать прошивку то у меня она прошивалась очень долго я даже первый раз не дождался отключил некорректно так сказать будем прошил потому что она не вся загрузилась у меня прошивка второй раз я тоже не дождался все-таки выключил но перед этим я уже прочитал инструкцию по использованию прошивки на сайте айнова он сразу же загрузил картинку то есть предварительное уже не бокс а вот этот вот квадрик здесь уже был и кое-какие предварительные настройки что нового появилось здесь ну во первых миг миксер у меня просто ввел в ступор я честно откровенно не знал даже как им пользоваться потом прочитал чтобы что есть два направления настройки один под крыло самолеты другой под квадрокоптера и выбрал все здесь авто а здесь режим пиды синхронизируют с миксером то есть вот здесь все автоматически ничего тут не есть вот только перевел сюда можно было еще и сюда вот переводить вот это тут реверсное переключение здесь можно тоже отключить я может быть и попробую так приспокию но летал у меня дрон в таком положении до конца я еще не разобрался со всей этой системой что тут появилась нового но открою от микшера причем когда я вот в таком положении был заходил в output у меня у меня был только мастер сейчас вот появилась все четыре винта то есть мотора был только один я тогда в микшере а вот он у меня кстати он просто надо было понял поэтому когда вот он у меня стоит в этом положении этот рычаг переключатель то у меня вот пути видны все четыре мотора все не работают все я могу проверить вот это я никого не учу я просто рассказываю то что сделал я вот вот пути зашел все проверил порт значит я выстрел так как у меня было и в предварительных то есть в ранних прошивках то есть у меня но арте 5 находится gps модуль порт 1 я выстрел частоту 57 600 значит ничего тут практически не менял хотя в описании там пишется что можно и работать якобы на 11 до 100 вернее 115 200 ну я не стал рисковать конфигурацию выставил такую же значит а б была проблема еще проблема была в 6 версии прошивки не находил он мой барометр когда я стоял авто он мне находил вот этот барометр причем здесь этот барометр если у меня стоит 310 дпс дпс 210 дальше следующее но false false safe это все такое же так как было пиды значит сейчас я остановлюсь опять появился новый из тюна вот так вот когда я его открыл я честно как я сначала был в шоке прежде чем что-то здесь выставлять или дергать это все надо перевести прочитать и когда я все это прочитал и перевел я понял что для первого своего полета мне надо просто довериться этой программе и я а чтобы довериться надо перевести в это положение и тогда у вас все настройки пидов фильтров рейты будут установлены автоматически то есть программа предложит вам свои настройки вот они эти настройки значит если вы переводите сюда но вот у вас остается вот эти вот ползунки которые вы можете сами 8 8 регулировок которые вы можете сами изменять но вас предупреждают и причем здесь пишется что для трех дюймовых пяти дюймовых семидюймовых значит десяти дюймовых вот и выше вам говорится какие настройки какие настройки предпочтительные и увеличение или уменьшение тех или настроек к чему приводит допустим к улучшению качество полета но к рискам для вашего оборудования для мотора что повышая вы улучшаете что-то но при этом греются сильно греются моторы которые могут сгореть значит уменьшая что-то вы охлаждаете то есть не подвергаете нагрузки моторы но ухудшается качество полета поэтому здесь уже на ваш выбор я доверился программе если я перевожу в enable то пидов у меня нет здесь не загружается начать чисто просто все вот она это выпадает и то есть вы полностью на автомате больше вам ничего здесь настраивать не надо с одной стороны но если вы отключите но я не знаю сейчас надо я сохраню можно было потом вам показать что я вернусь вот теперь раздел пиды появится и там будут сохранены периодные сроки которые вот пожалуйста здесь бы я изменил только одно для 40 здесь бы поставил 40 вот не 20 а 40 так переходим сюда и тоже здесь save и как вы смогли бы заметить эти настройки пидов практически совпадают но за исключением по ай с теми настройками пидов которые я выставил так сказать исходя из своего опыта для квадрика этого после первых тестов на второй день полета на второй день тест если вы внимательно смотрели вы заметите что практически совпадали здесь roll и pitch ну 1 и 3 графа в один в один так что здесь почти в один в один вместе с авторами программы мы в этом вопросе согласны но как будет потом в весне я еще это посмотрю в общем вот новый появился такой новый хороший вот удобный раздельчик все остальное практически все тоже все тоже advanced turning но долго у меня загружается потому что программа довольно таки объемно и если вы могли заметить у меня здесь все в километрах и часах в километрах метрах дальше но это я не трогаю тут все тоже здесь что-то появилось появилась такая функция как NAV круиз. В общем здесь появился новый NAV круиз. Вот она NAV круиз. А это NAV курс. Это курс, то есть автоматически выдерживает курс. Если вам руки устали у вас стики держать на долголюте. Вот вы можете включить этот NAV курс. Если у вас позволяют количество ваших переключателей, то вы можете. Вот появился NAV круиз. Вот он у меня включается вместе. То есть вместе с GPS, вместе с стабилизацией, NAV position, NAV pass hold. Вот включается в этом режиме NAV alt hold. То есть удержание позиции. Вот он у меня на восьмом канале. Включается и может автоматически сохранять режим круиза. Но когда я летал последний раз, последний тест он у меня был включен. Поэтому я не знаю отключу. Попробую без него. Насколько будет как что-то изменится. Больше здесь ничего нет. В OSD у меня три экрана. Вот OSD. Три экрана. Поэтому я сейчас вам покажу эти экраны. Вот один экран. Сейчас мы включим приемник. То есть мы примем передатчик. Вот второй экран. Регулируются у меня они по девятому каналу. Это основной экран полета. Вот это экран у меня регулировки ПИДов. Вот сейчас уже ПИДы были. Что-то он перещелкивает слишком. А, ну правильно. В инструкции написано, что если вы попытаетесь регулировать ПИДы, поэтому я просто сохранять ничего не буду. Регулировать ПИДы с включенным режимом из, то у вас будут сбои. Поэтому вот я вот так выставил. ПИДы у меня вообще регулируются по седьмому каналу, то есть переход. Вот по седьмому каналу я могу их регулировать. Вот. А по девятому меняю или чистый экран, или для регулировки ПИДов и полетный с информацией. В общем, вот как так. Ну, мы отвлеклись. Дальше, здесь бипер у меня включается на постоянку при потере сигнала и включается фэлсэйв. Что и произошло, в принципе, во время второго, кажется, теста. Всё. Буши здесь. А, ещё в GPS появилось, видите, аж был один. Надо здесь вот, кстати, включить. Включить все три. Чтобы все спутники отражались. Отражались. И сколько. А, он не сохраняет их. Видите, он автоматически их выключает. Непонятно. То есть не сохраняет. И стоит у меня вблокс. Естественно, раз у меня стоит вблокс. Хотя, возможно, вблокс седьмой можно вблокс ставить просто вблокс. И здесь у меня тоже стоит 115-200. Если был бы не вблокс седьмой, а вблокс, то я ставил бы 57-600. Ну, это у меня так раньше было. В общем, вот всё, что я, во всяком случае, использовал нового тут нашёл для себя. Есть на странице iNava ещё и предварительные настройки, которые вы можете забить сюда все. Ну, я пока с ними там не разобрался. И они мне, вроде как, особо не нужны. В общем, вот так. Вывод я для себя сделал, что даже в этой сырой версии iNava 7.0 очень хорошая прошивка. И то, что она мне помогла исправить проблемы, то есть устранить проблему с акселерометром, меня это очень радует. И я, разработчикам, за это благодарен. На этом всё. Следующее видео по этой теме у меня будет аж весной. Когда я смогу вырваться на свободу и отрегулировать все возможности этого дрона. или же поменять моторы и проверить его с другими моторами. Я до сих пор не знаю, буду ли я их перематывать. Ну, хотя, в принципе, брал с целью перемотать тоже по схеме звезда. Ну, посмотрим. На этом я с вами прощаюсь. Если до Нового года не увидимся, всех с наступающим Новым годом. Пока.